20.05. В столице. Это искусство возможного. Правда, вот пока оно у нас без Романа Бабаяна. Меня зовут Анна Соловьева. А Роман Бабаян в ближайшее время к нам подтянется. Он стал жертвой московских пробок. Ждем его буквально с минуты на минуту. В течение 10 минут бессменный ведущий этой программы будет в эфире. И, разумеется, тема сегодняшней программы у нас Украина и все, что происходит в нашем соседнем государстве. Разумеется, мы будем это сегодня обсуждать. Помимо Романа Бабаяна мы ждем сегодня в студии Алексея Журавлева. Это депутат Госдумы, член фракции Единой России, председатель партии Родина. Алексей Журавлев как раз сегодня возвращается из Крыма. Он был в Севастополе и своими глазами наблюдал все, что происходит. Сейчас на полуострове. А пока я зачитаю срочное сообщение. Вот оно только что было опубликовано Агентством Рея Новости. Виктор Янукович завтра проведет пресс-конференцию в Ростове-на-Дону. Мероприятие пройдет в 5 часов вечера. Место проведения будет объявлено дополнительно. Ранее сегодня, я напомню, Янукович попросил у России защиту от действий экстремистов, захвативших власть в стране. Эта просьба, по данным анонимного источника агентства, была удовлетворена. И между тем, сегодня, чуть позже, то же самое агентство Рея Новости сообщило о том, что в окружении Виктора Януковича назвали фальшивкой появившийся в интернете якобы текст его указа. Но, тем не менее, несмотря на все противоречивые сообщения, факт тот, что Виктор Янукович все-таки находится в России, судя по всему, он подтверждается. Я напомню, накануне РБК сообщила со ссылкой на свои анонимные источники о том, что Виктора Януковича видели в гостинице Украины. Якобы он был в Барвихе. Вот теперь выясняется, что завтра Виктор Янукович окажется в Ростове-на-Дону. Помимо этой новости, сегодня поступали сообщения с Украиной. Сегодня президиум парламента Крыма предложил провести референдум о статусе региона. Этот референдум пройдет 25 мая. О расширении полномочий автономии. Также президиум дал оценку последним событиям на Украине. Отмечается, что в стране произошел неконституционный захват власти радикальными националистами при поддержке вооруженных бандформирований. И сегодня утром в Симферополе захватили здание парламента и правительство Крыма. Над ними были подняты российские флаги. Также было сообщение о том, что вопрос о статусе Крыма в рамках законодательства Украины может решаться только на основании всеукраинского референдума. Такое мнение высказал замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. То есть вот этот референдум представители Совета Федерации считают вполне легитимным. Также сегодня Верховная Рада Украины утвердила одного из лидеров Батьковщины Арсения Яйцюняка в должности премьер-министра. За это проголосовали практически все. И ранее в парламенте была создана новая правящая коалиция, которая и выдвинула Яйцюняка на пост главы правительства. Я напомню, что Яйцюняк уже заявил, что все вот эти движения, которые сейчас происходят в Крыму, они абсолютно нелегитимные. Крым остается территорией Украины и все призывы сепаратистские будут пресекаться. Мы надеемся связаться по телефону с Романом Бубаяном. Вот я вижу, что Роман у нас на линии. Роман, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, наши радиоуслушатели. Я на линии уже давно слушал последние новости, которые вы только что зачитали с Украины. Как ваш соведущий или как бессменный ведущий программы «Искусство возможного», как у меня представили, я еще хочу назвать телефоны, по которым можно позвонить в нашу студию и задать вопрос, собственно, мне и нашему гостю, который точно так же, как и я, оказался жертвой московских проволок, потому что мы едем из аэропорта Шереметьево, и вылетали мы с Алексеем Журавлевым из Симферополя. Мы ходили все эти дни в Крыму, наблюдали за всей этой ситуацией сами, и вот так получилось, что просто наш самолет, наш рейс почему-то задержали на два часа, и вот мы вот в таком теперь вот бешеном цепноте. Работаем в итоге вот так вот при помощи телефонной связи. Но тем не менее, но тем не менее. Ну, Ром, на самом деле я сейчас могу назвать телефон для наших слушателей. Телефон студии 6510996, код города 495. Я повторю, 6510996, код города 495. Звоните и высказывайте свое мнение по поводу происходящего на Украине. Да, давайте теперь по порядку, по поводу, прям вот по тем новостям, которые только что ты зачитала. Ну, начнем с тех сообщений, которые сегодня были связаны так или иначе с Виктором Януковичем. Я скажу следующее, что реакция на, может быть, это было и фальшивое заявление, как сейчас говорят, но реакция была крайне резкой. И это в Крыму, я вот хочу, чтобы на это особо обратили внимание, это в Крыму. То есть и в Крыму, на самом деле, население настроено и явно против бывшего президента или нынешнего президента. Даже не знаю, как называть теперь Виктора Януковича, но тем не менее. Когда люди стали обсуждать его обращение и его заявление о том, что он остается главнокомандующим украинской армии, и как главнокомандующий украинской армии он приказывает всем верным частям, силовикам прибыть в Севастополь, к которым он готов их встретить, ну, народ просто откровенно смеялся. Все говорили одну простую вещь, что, конечно, он, может быть, чувствует себя главнокомандующим украинской армии, но для того, чтобы кого-то приглашать в Севастополь, какие-то верные части, для начала было бы неплохо господину Януковичу самому оказаться в Севастополе. Да, вот я об этом, Ром, я об этом уже хотела сказать, что как главнокомандующий он покинул страну и бежал в Россию. Совершенно верно, совершенно верно. Потом вызывает недоумение, конечно, ну, практически у всех. Вообще, в принципе, вот это решение предоставить политическую, ну, безопасность, когда просил господин Янукович, что Россия ему обеспечила безопасность и приняла на своей территории, немножко люди не понимают. Потому что не понимают, зачем мы это делаем, потому что человек, который оставил свою страну там в таком состоянии, когда, так или иначе, он все равно виноват в том, что на центральной площади, там, столице Украины лилась кровь, и со стороны сотрудников милиции, со стороны Беркута, и со стороны, естественно, протестующих. Но вот и в таком состоянии оставить страну уехать, а потом говорить о том, что, ребята, примите меня, и Россия его принимает. Ну, это ладно, это бог с ним с господином Януковичем. Но меня вот больше интересует, конечно, ситуация в Крыму, и вот об этом хотелось бы поговорить, конечно. Вот эти все заявления украинских властей, которые мы сегодня наблюдали и слышали в течение всего дня. Вначале Александр Турчинов, я уже даже тоже не знаю, как называть этого человека. То ли он спитер Верховной Рады, то ли он временно становящий обязанности президента Украины. По-моему, сами, на самом деле, уже политики на Украине окончательно запутались во всех этих регалиях. Но, тем не менее, сегодня господин Турчинов заявил о том, что российские воинские подразделения, которые находятся в Крыму, но речь идет, естественно, о соединениях Черноморского флота, они должны покидать территории своих военных городков. Должны, если есть необходимость для каких-либо перемещений войск, то перемещаться эти наши солдаты, наши матросы, солдаты, должны исключительно без оружия. И если вдруг, сказал господин Турчинов, у нас будет информация, что воинские части перемещаются из одного населенного пункта, там, Крыма, или курсируют по улицам крымских городов, а при этом военнослужащие вооружены, будут с оружием, то мы будем рассчитывать это как агрессию. И здесь господин Турчинов заявил о том, что у Украины есть все силы и возможности для того, чтобы эту агрессию отбить. Но у меня тут же возник, конечно, вопрос, что я имел в виду господин Турчинов, во-первых, про какие силы он говорит, потому что вы помните, когда господин Янукович вроде бы в какой-то момент решил привлечь для наведения порядка подразделения украинской армии, выяснил, что армии нет. Ну а вот у господина Турчинова, получается, армия есть, и он готов даже воевать с Россией, при этом абсолютно без каких-либо поводов, потому что наши подразделения Черноморского плота абсолютно не собираются вмешиваться в никакие внутренние дела Украины. Рома, я тебя ненадолго прерву. У нас в студии Алексей Журавлев, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы и член фракции «Единая Россия». Добрый вечер, Алексей Александрович. И еще, Ром, повеси, пожалуйста, на линии. Я сейчас хочу вывести звонок у нас на линии Натальи. Она сама крымчанка и хочет рассказать о том, что происходит сейчас. Да-да-да, давайте послушаем. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я очень слежу почти каждый час в день остановку, потому что у меня все родные Крыму в городе Керсе. Я хочу сказать, значит, ситуация накалена до предела. Понимаете, сегодня уже закрыты были в Керчи школы. Понимаете, люди боятся ходить. Если Россия не поможет Крыму, тогда, простите, я просто от имени себя и от имени семьи, и от имени, который здесь находится, мои знакомые, и которые так же само болеют за Крым, мы так же само повернемся к России. Это несправедливо. Зачем менять коней на переправе? Какой бы ни был Ленукович, но его сравнить с бендеровцами нельзя ни в коем случае. Ну, все понятно. Понятно, абсолютно позиция ясна. Ну, что я хочу сказать. Я начну отвечать, а потом еще расширю вопрос и уже отрисую его, собственно, к Алексею Журавлеву. Все абсолютно в Крыму в один голос говорят о том, что Россия должна нам помочь. Россия не должна нас бросать. И так далее, и так далее. Но когда начинаешь задавать вопрос людям, а что вы имеете в виду конкретно, про какую помощь мы говорим? То есть вот как хотите вы, чтобы Россия вам помогла? Каким образом? Вот здесь начинаются, собственно, всевозможные варианты. Начиная от военной силы, заканчивая дипломатическими какими-то заявлениями. Конечно, конечно, понятно, что Россия там не может не обращать внимания на все процессы, которые происходят в Крыму. Но вот как именно? Вот тут вопрос очень хороший. И поэтому я сейчас попрошу Алексея. Алексей, называется, давно не виделись? Да, вот как вы считаете? Вот все эти дни вы находились сегодня в Крыму, в Севастополе, в Симферополе, ну и, в принципе, обладаете ситуацией вообще, в принципе, по полуострову. Вот, во-первых, охарактеризуйте ее в двух словах, а во-вторых, как Россия реально должна помогать гражданам Крыма? Ну, вы знаете, ситуация там действительно очень напряженная. Достаточно сказать, что уже проливается кровь. И во вчерашнем митинге, где произошло столкновение между крымскими татарами и русскими общинами, погибло два человека. Это начало такого широкого полномасштабного действия. И я скажу, что это впоследствии приведут... Я считаю, что это только начало. И ситуация заключается в том, что сегодня Крымский парламент, то есть Верховный Совет Крыма, принял решение о референдуме, которое, конечно, подвергается страшной критике. Но, заметьте, как интересно. Вот та хунта, которая пришла к власти в Киеве, действительно, абсолютно незаконна. Она говорит о том, что референдум, это незаконно принятое решение. Слушайте, абсурд вообще. Я считаю, что здесь Россия должна быть последовательна. Если мы не признаем это правительство, которое на сегодняшний день сидит, так называемое правительство в Киеве, и что абсолютно верно, на мой взгляд, то мы должны последовательно и действовать. То есть у нас должны быть определенные санкции против государства, в котором произошел переворот. Мы должны открывать гуманитарные коридоры, и мы должны оказывать содействие своим гражданам, которые там проживают, и тем людям, которые на митинге, понимаете, на котором я присутствовал, вот сказать, что должна сделать Россия, да они там кричат в один голос, заберите нас отсюда, понимаете? Ну вот это же так и было. Они кричат там, Россия, там, помоги. Ну, это не 10 человек, не 20, это все. А вот мы с вами, Роман, последний раз, когда уже ехали из Севастополя в Симферополь, остановились там в каком-то кафе просто позавтракать. И что нам там говорили, вы что не помните? Да, 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 хозяйка кафе, хозяйка кафе, да. Хозяйка кафе вышла и сказала, бога ради, не бросайте нас. То есть, вы понимаете, где бы мы ни были, то одно, а как не бросайте? Вот не бросайте, это должна быть у Российской Федерации последовательная жесткая политика в отношении к тем людям, которые незаконно захватили власть. То есть, фактически к хуньте. И мы больше того, я вам скажу, что если мы это не будем делать, вот если мы признаем эту хунту, мы тем самым активизируем пятую колонну здесь у нас в России. То есть, вы подразумеваете, что в принципе такие события могут повториться, если мы сейчас проявим эту ситуацию? Ром, Рома, Рома, мы сейчас должны уйти на рекламу, Алексей Александрович. Спасибо, мы ненадолго прервемся и вернемся через несколько минут. Я напоминаю, что в эфире программа «Искусство возможного» и ведущая этой программы Роман Бабаян буквально через три минуты уже появится в студии. Мы обсуждаем сегодня ситуацию на Украине, ситуацию в Крыму. И у нас на линии Игорь, это наш слушатель, и он готов высказаться. Игорь, добрый вечер, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Просто такая короткая формулировка, что касается людей, которые на Майдане. Действительно, мы не можем их сравнивать с людьми, которые выходят у нас, потому что сам Майдан начал... То есть, у нас есть закон, который... Извините, Игорь, а вы кого имеете в виду, какие люди выходят у нас и где это у нас? Нет. Я хочу сказать, что кто бы то ни выходил у нас и кто бы то ни выходил у них, пока что имеет два разных статуса. Майдан начал, собственно говоря, с того, что у них, как и у нас, у нас уже внедрен закон, больше трех не собираться, у них этот закон собирались внедрить. И они, кстати, не согласились, так что они-то как раз собирались... Я не имею в виду, что сейчас, но в тот момент, когда Майдан собирался, он собирался на совершенно законных основаниях. У нас, конечно, это сейчас невозможно, и они как бы не хотели, чтобы было как у нас. Это их как бы право и так далее. Что касается постоянных вопросов, кто... Игорь, извините, я вот сейчас, если честно, вообще ничего не поняла. Кто не хотел, чтобы было как у них, вы кого имеете сейчас в виду? Мы вообще о чем говорим? Я имею в виду просто народ, просто народ. У нас, например, народ не имеет права сейчас собираться, потому что это сразу... У нас народ имеет право абсолютно собираться, только нужно подать за это заявку, как и положено, это нормально. Санкционированный митинг, да. Да, абсолютно точно, пускай собираются. Хорошо, значит, я понял. И еще у меня есть очень большие сомнения по поводу того, что кто-то будет... Вы знаете, скажем так, я человек достаточно взглядов правых, скажем так, Но я живу, у меня дети, понимаете, мне никакие не нужны события, революции и так далее. Как минимум, мне не нужны такие события. Вот. Но понимая, что не я вопрос решаю по Крыму, то есть где, как патриот, я, наверное, хотел бы, чтобы Крым... Я знаю историю Крыма, я знаю людей, которые живут, я там неоднократно сам был. Да, то есть я понимаю, откуда Крым возник, как, кого там выселяли, кого туда селили там. И все это знают там 44-го года до Хрущева и так далее. И поэтому, как патриот, рожденный в Советском Союзе, наверное, я хотел бы, чтобы Крым был бы наш. Это правильное желание. Это правильное желание. Но по сути, по сути, какое мое, извините, собачье дело? Я должен спросить... Вы знаете, я даже... А вы поедете туда, в Крым, Игорь, и спросите. Я был там... Послушайте, у меня люди работают из Крыма. Смотрите, значит, вопрос в другом. Я очень боюсь, что вопрос с Крымом будут решать люди, которые имеют дачи не в Крыму, а на Лазурном берегу. Понимаете, для них все-таки как бы Лазурный берег ближе. Поэтому я думаю, что... Да не захотят они решать этот вопрос, даже если мы захотим быть патриотами. Понимаете? Отлично. Все, ваша позиция ясна, Игорь. Это Роман Бубаян. Еще раз всем здравствуйте. Наконец-то я добрался до студии. Вы знаете, вот мы все патриоты, но когда мы хотим, чтобы Крым был российский, но когда нужно что-то для этого сделать, мы тут же почему-то начинаем как-то вилять. Пускай другие решают. Да, для чистоты отношений давайте, собственно, будем откровенны. Или мы патриоты, или мы так себе мимо проходили. И я здесь согласен абсолютно с Алексеем Александровичем. Надо поехать просто в Крым и пообщаться с людьми. И посмотреть, что они говорят. А решать это будут именно люди, а не те, кто сейчас на Лазурном берегу. Конечно. С Игорем нельзя согласиться. Ведь это так, Роман, и мы видим, как они там решают это дело. Сегодня уже там тысячи, там каждый день тысячные митинги. Да. И они решают свою судьбу. Вот смотрите, такой вопрос. В новостях вот идут сообщения о том, что захвачено здание Верховного Совета Крыма. Над зданием Верховного Совета Крыма висит российский флаг. Это действительно так, мы это видели своими глазами, да. И баррикады вокруг. Да, баррикады вокруг, пройти невозможно, там милицейское оцепление и так далее. Только вот пропустили благодаря удостоверению депутата Государственной Думы России. Это да. Но у меня такой вопрос. Есть какая-то информация, кто эти люди? Потому что на протяжении вот уже практически целого дня, ну уже скоро сутки даже будут, кто-то контролирует здание Верховного Совета, но при этом никто не знает, кто эти люди. Не столько потому, что там вывесили российский флаг, отсюда пришли к выводу, что это, собственно, люди так русско-российско ориентированные. Да, я скажу, что мы можем, конечно, так догадываться, только общаясь со своими коллегами, я могу сказать, что это люди, которых на самом деле предала прошлая власть, то есть Янукович. Но это люди хорошо обученные и нормально вооруженные. Они находятся в масках действительно для того, чтобы просто их лица не были видны. Но они действуют как в Верховном Совете, охраняя, заметить, депутатов от того, чтобы над ними не было насилия со стороны вот таких праворадикалов, которые там мы видели вчера организовали этот митинг, где погибло несколько человек. Вот эти люди, они просто охраняют, на самом деле, Верховный Совет, потому что милиция... Чтобы он нормально функционировал. Да, милиция деморализована, она не в состоянии ничего сделать. Мы с вами видели, там 100 человек подошли, и они уже раступились в разные стороны. Да, их просто, можно сказать... Да, они просто не способны охранять Верховный Совет. И мы видели с вами вчера, что они ушли, оставив людей противостоять друг другу. Они не стали вмешиваться в эту ситуацию. Поэтому люди, собственно, и погибли, да. Если бы действительно работали бы там правоохранители, я думаю, что можно было бы не доводить до столкновений, да. Значит, еще раз. Это хорошо обученные люди, которых предала предыдущая власть. Абсолютно. Когда я слышу эти формулировки, Алексей Александрович, у меня в голове почему-то крутится только одно слово. Беркут. Вы несложно догадаетесь. Угадайте с трех раз. Беркут, Беркут или Беркут. Понятно. У нас сейчас на линии Олег Кудинов, политолог. Слышно, да? Алло. Да-да-да. Добрый вечер, да. Ну, вот давайте поговорим троем теперь. Как вы думаете, в принципе, Россия какую должна занять позицию по Крыму в свете вот тех событий, которые там сейчас разворачиваются? Вы знаете, какую позицию займет президент, такой займет и Россия. Это здорово. А президент, по-моему, свои слова уже сказал о том, что Украина не доверяется на государство, мы будем придерживать своих обязательств по сохранению целых мест и тому подобное, и тому подобное. Мы не отскажем своих обязательств по ее поддержке, как только будет какое-то, ну, рациональное правительство. И вот я думаю, что эта позиция и торжествует пока у нас в Сэблиссии. Все остальное, это игры на выборы уже в этом году, которые в Московской будут за Благородом, еще где-то будут. Все, конечно, слишком много эмоций у нас, но, в общем-то, президент сказал, и я думаю, он ничего другого уже не сказал в ближайшее время. Нет, ну вот смотрите, вот давайте попробуем смоделировать ситуацию. Вот, предположим, предположим, господин Турчинов, господин Яценюк, который с сегодняшнего дня там у нас премьер-министр Украины. Да, да, да. Да, господин Аваков, министр внутренних дел. Ну, понятно, да. Вот они вдруг принимают решение, что все события в Крыму нужно рассматривать исключительно как выступление сепаратистов. Они уже приняли такое решение, они его объявили, они его объявили. Да, да, отлично. Более того, с утра мы направили БТР на подавление вот этих захватчиков. Один БТР? Ну, один БТР. Они его на руках, эти захватчики будут носить, этот БТР. Нет, ну, БТР это не... Активный 8, значит. Целью, значит, разблокировать эти здания. Но их встретили. Да. А если завтра, да... Я потом попозже скажу вам, по чьему указанию как бы встретили другие ребята, которые вчера протестовали против, так сказать, вхождения состав России. В основном эти боевики крымского межмунистра и сказали, ребят, разворачивайтесь, у нас мы не сами поговорим. Угу. То есть крымские татары, они не пустили сюда, собственно... Там вот такой слоерный пирог, которым нам из Москвы очень трудно разобраться. Я тогда работал просто в правительстве Крыма, поэтому немножко знаю, что там происходит. Да, да, да. Вот, поэтому очень трудно судить по всяким разным отрывочным сообщениям. Наши пишут больше сейчас, потому что российских корреспондентов там больше. Все на таком, ну, раппатриотической ноте, на самом деле все дела происходят в Тишине. Ну, вы знаете, вот я бы с вами поспорил на тему, что у наших корреспондентов там больше, потому что мне показалось, что у наших корреспондентов там просто самый что-нибудь минимум. А вот кого я там только не встретил? Аль-Джазира даже. Даже Аль-Джазира. Аль-Джазира, она всегда здесь. Она в Крыму-то очень часто бывает. Хорошо. Вы представляете, сегодня в Симферополе перед зданием Верховного Совета я насчитал три съемочные группы турецкого телевидения. Турецкая обязательно. Да, 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 да. Это же крымско-татарская. А российского не было ни одной. Я даже наблюдал в Крыму, как вот... Французская там. Кого только нет, да, российских не было. Да, ладно. Потому что угрожает сенсации. Ну, хорошо. Вот, Олег, бог с ними там, с журналистами. Вот скажите, пожалуйста, если завтра все-таки вот эти активисты, там, крымско-татарские, не смогут больше остановить колонны, которые пошлет в Крым официальный Киев. Я вам скажу больше, что сегодня в Крым прилетает или уже прилетели Турчинов и Порубий, которые являются, ну, сами знаете, президентом временным по этой версии. Ну, спикером Рады, царем, еще с кем-то, да. Да. Вот я думаю, что сейчас они уже либо встречаются, либо встретятся через полчаса с этими депутатами Крымским, которые якобы за референдум. Председатель, который избирательной комиссии, который вообще, говоря, из партии регионов, сказал, что референдум в Крыме не имеет никаких законных оснований. Кто такой председатель избирательной комиссии? Ну, вы знаете, какая история. Вы же знаете, вот вы работали в Крыму, да, вы прекрасно знаете, что автономия на сегодняшний день, крымская автономия, она, по большому счету, абсолютно бесправна. И это было сделано сознательно властями Украины. Конечно, сознательно было сделано властями Украины. Абсолютно. До конца разбиты любые попытки какой-то сознательности в Украине. А вот теперь у меня такой вопрос. Вот и к вам, Алексей, и к вам, Олег. Вот скажите мне, когда, например, на Украине, мы наблюдали там последние три месяца, что там захватывали здание... О, вот это... Не-не, вот подождите, дайте мне сформулировать вопрос. Захватывали здание, выгоняли с работы кого-то, увольняли, сейчас там говорят о каких-то люстрациях и так далее, и так далее. И это все законно. А когда люди, которые живут на территории Крыма, хотят на референдуме, крымском референдуме, на прямом высказать свое мнение по отношению, собственно, к своему будущему, это уже получается незаконно. И как вы думаете, Россия каким-то образом здесь должна реагировать или нет? Она пытается каким-то образом реагировать, но я боюсь, что Россия в конце концов окажется тем, кто платит за все спокойствие в Украине. Она заплатит свои 15 миллиардов долларов обещанных, США заплатит миллион и 200 тысяч заплатит Европа. И потом это все только для того, чтобы Украина ушла в единую экономическую пространство в европейской. Ну да, Венгрия уже решила оказать помощь в размере 30 тысяч евро. Еще какая-то страна 6 тысяч набрала, да. Польша бутерброда прикидывалась. Ну да, да, да. Это по-вот этих двойных стандартств, о которых говорили. Ну я думаю, что это не так. Центральное правительство, центральное правительство, которое сейчас в Киеве, оно вообще нелегитимное. Просто настоящее. Ну так вот это нелегитимное правительство пытается наводить порядок. Это как-то странно, да? О чем разговор? О чем разговор? А ввиду того, что есть такая партия, как партия региона, которая, вообще говоря, олигархическая партия, вообще далеко не пророссийская. Она чисто украинская. Это да. Она состоит из неких кланов, которые финансируют, из неких групп избирателей, которые под какими-то олигархами. Олигархи свой выбор сделали. Зарабатывать они будут с России, а жить и капиталы держать будут на Запад. Поэтому они, конечно, стараются ничего не допустить. От этого и позиция Могилева, которого сейчас Крым вроде бы снял парламент, его крымские должности главы Крыма. От этого и позиция других депутатов, которые управляют совершенно не официально партийными, а совершенно конкретными Ахметовыми, Фиртышами. Хорошо, хорошо. Спасибо, Олег Петрович. Спасибо, Олег Петрович. Это был Олег Кудзинов, президент Центра политического обучения и консультирования. Алексей, вот вы мне скажите, вот прилетели эти два человека, руководители сегодня украинского государства в Крым. Будут разговаривать там с крымским руководством. Как вы думаете, смогут договориться каким-то образом? Ну, я думаю, что это не руководство Украины, а какая-то хунта прилетела. Уж Верховный Совет Крыма уж намного легитимней. Уж точно он и является тем законодательным органом и органом власти, которым управляет Крым. И разговаривать с какими-то людьми, которые непонятно, каким образом взяли власть, точнее, понятно, путем военного переворота. Понятно, абсолютно. На наших глазах все происходит. Первое, что они ни до чего не договорятся. Потому что слишком, даже есть, что они могут пообещать? Пообещать, что у вас будет так же, как в Киеве, что ли? Или что они могут вообще предложить? Напугать. Этих людей уже не напугать. Не напугать. Не напугать. Второе, что они могут предложить? Деньги нет. Денег нет на Украине. Что они могут предложить? Не проводите референдум. Он незаконный. Почему он незаконный-то? Это же абсурд полный. Конечно, Верховный Совет Крыма должен идти по пути шаг, там, стей-бай-степ. Он должен идти шаг за шагом. Он не должен отступать от тех принятых решений. Больше того, я вам скажу, что если он, Верховный Совет, начнет сейчас так же, как проституировать, как это Верховная Рада, то его сметут там в три секунды. Люди, которые стоят перед Верховным Советом, не поймут этого. Они просто сметут его, и они будут делать так, как хочет сейчас народ. И никакие там эти хунты, их не способны переубедить. Или будет то, как было на сегодняшний день, буквально три дня назад, в Севастополе. Что там было? Пришли народ, и избрал Координационный Совет, посадил Чалова там. Да-да-да, Чалова, да. Причем гражданина Российской Федерации, заметьте, и он возглавил все управление городом. И когда СБУ попытались его арестовать, этот же самый народ тут же его отбил, и все, и туда больше никто не суется. И все, и никто не суется. И единственная законная власть, которая там признается сейчас народом. Поэтому на Украине сейчас именно так. Кто имеет поддержку народа, тот и власть. А в данном случае поддержку народу в Крыму имеет Верховный Совет. И он понимает это. Если он сейчас отступит от этого, его сметут точно так же в три секунды, как смели руководство Севастополя. Все, у нас на линии есть Андрей. Да, звонок от Андрея. Андрей, да, добрый вечер. У вас полторы минуты. Очень коротко спромулируйте вопрос или мнение свое. Нам обязательно нужно по всем фронтам, по дипломатическим, информационным, везде не уступать ни сантиметра от нашей принципиальной позиции. У нас позиция сильная, потому что мы поддерживаем легитимную власть против нелегитимной. Вот о чем мы только что говорим. Абсолютно правильно. Ни на какие сговоры не идти, ни на какие идти компромиссы и ни на какие идти совместные усилия по совместному выводу этой ситуации из проблемы. Проблему ее загнали не мы, пусть Запад сам решает вместе с нелегитимной властью теперешней в Киеве эти проблемы. Никаких денег не давать, ужесточать импорт российских, украинских товаров, как это ни прискорбно, несмотря на то, что с Востока в основном эти товары идут. Но, тем не менее, это очень важно. Ни на какие сговоры не идти, везде говорят нет. И еще очень важно. Запросто можно в Совет Безопасности вносить резолюцию о притеснении русского языка. Отмена закона это нарушает... Преследование русскоязычного населения, конечно. И нормам противоречит Советы Европы, ОБСЕ. Пожалуйста, посмотрим, как они будут, европейские страны и США, голосовать. Если они наложат вето, они тем самым подставятся очень сильно. Согласен, согласен. То есть надо действовать технично, с хитринкой, но при этом очень грамотно. Конечно, конечно. А огромное количество есть возможностей и рычагов от нынешней ситуации. Все, Андрей, спасибо большое. Мы, да, услышали, мы вынуждены прерваться. Вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам-ФМ. Частота 99,6. Это программа «Искусство возможного» в студии. Роман Бабаян и депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Ну, мы оба вернулись из Крыма и, собственно, делимся своим впечатлением, своим мнением по ситуации, по тому, что происходит в Крыму. По ситуации на полуострове. Такой вопрос. Вот, Алексей, смотрите. Турчинов, ну и все остальные вожди сегодня... Ну, вожди. Вот это вот, наверное, будет правильно. Нашел я это слово. Вожди хунты. Ну, в общем, вожди сегодняшней Украины. Они сегодня сделали заявление о том, что по полуострову все время перемещается российская военная техника, солдаты вооруженные. И они это будут воспринимать как агрессию. Я, если честно, не видел перемещающихся по полуострову там российских солдат. Но у меня такой вопрос. Вот вы встречались с командующим Черноморским флотом. Встреча проходила за закрытыми дверями. Ну, из того, что можно рассказать, что говорил адмирал и действительно там какие-то наши подразделения, в случае чего, могут перемещаться по полуострову? Александр Викторович выразил, это командующий флотом, конечно, полную уверенность в том, что если возникнет необходимость силового какого-то защиты наших объектов, то у него сомнений не возникнет в том, что она будет проведена на высочайшем уровне. Поэтому опасаться на наши военные объекты там точно не надо. Это я даже не сомневаюсь. Другой вопрос, что говорят какие-то наши военные. Да зачем нам там перемещаться? У нас там стоит бригада морской пехоты. Там, я вам скажу, что этого просто достаточно для того, чтобы держать этот Крым там годами просто в оккупации. Но этого никто не делает, потому что это не надо делать абсолютно. Вы заметите, там на сегодняшний день милиция фактически деморализована, она ничего не делает. Там стоит один гаишник там с радаром и все, и больше там нет никого, собственно. СБУ, оно не знает, что делать. Оно просто выжидательную позицию заняло, и все, и она вообще ничего не делает. Прокуратура, как мы видим, тоже она попыталась что-то сделать. Им народ объяснил ее место, и они там же и сидят на этом месте и не дергаются. То есть там нет той силы, с которой надо воевать вот такими методами, там какими-то силовыми давлениями. Абсолютно не нужны. Там есть одна проблема. Это крымские татары, которые пассионарны, которые захватили там незаконно земли определенные, и они пытаются сейчас навязать какую-то свою карту и пытаются ее разыграть между своими командирами из Турции и теми, кто из этой хунты пытается их, так сказать, из Киева мобилизовать на борьбу, как они говорят, с сепаратистами. То есть на самом деле это просто с народом, с абсолютным большинством, которые там присутствуют, которые хотят выразить свое мнение на референдуме, потому что они прекрасно понимают итоги этого референдума. Они хорошо понимают, что Автономная Республика Крым возьмет себе действительно столько полномочий, сколько необходимо. Нужно ли ее присоединять к России или не нужно? Это уже пускай, во-первых, высказать сам народ, а во-вторых, это уже вопрос действительно переговоров международных. Но то, что они должны высказаться, как они собираются жить дальше, собираются ли они подчиняться этому Киеву или нет, это уж точно их дело. Но почему все возбуждаются по этому поводу? Потому что это правительство, в кавычках так называемое, в Киеве, оно прекрасно понимает, что весь народ Крыма в абсолютном своем большинстве высказит за то, что они будут сами определять свою судьбу без Киева. Ну сейчас посмотрим. У нас на связи Вадим Юрьевич Карасев, директор Института глобальных стратегий. Вадим, добрый вечер. Алло. Да, 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 добрый вечер, Вадим, добрый вечер. Ну вот так вот, да, мы все время на связи, получается, и каждый раз какие-то новые события, и все никак не успокаивается ничего на Украине. Вот теперь у нас Крым... Но то ли еще будет. То ли еще будет. Вадим, вот скажи, пожалуйста, вот ситуация в Крыму. Взгляд из Киева, как ты думаешь вообще, в принципе, какие шаги может предпринять новое руководство Украины, будет ли предпринимать, есть ли вообще такие возможности, и вот что делать в этой ситуации? Ну, безусловно, ново-киевское руководство, ново-киевская власть попытается взять ситуацию в руки, что другого выбора нет. Турчинов, временный президент Украины, глава Верховной Рады Украины, завтра вылетает в Крым. В Украине сформировано уже правительство сегодня. Первый вице-премьер, это вице-премьер по силовому блоку, что в Украине не часто делается. Потому что первые вице-премьеры, как правило, это экономисты, либо энергетики. А вот сейчас силовик, в рамках полномочия которого входят не только МВД, но и Министерство обороны и прочее. То есть, видимо, новая власть серьезно обращает внимание на то, что происходит в стране. И, конечно, хотя я должен сказать, что каких-то сильных карт сегодня в этой игре у Киевской власти маловато. Это правда. Может быть, их и нет. Потому что мы понимаем, что здесь, в Киеве, понимают, что в эти события негласно. Но достаточно, скажем так, эффективно пока вовлечена и Россия. Понятна задача России. Сделать Крым федералистским. Не просто автономным. Вот федеративный договор Крыма и Киева. Крыму новая крымская власть. И тоже это все как бы под соусом демократии. У вас своя демократия там, бандеровская. А у нас тут будет своя демократия в Крыму с помощью России. Это справедливо. Наверное, президентский пост будет введен после референдума, если он состоит 25 мая. Возвращение к Конституции в 92-го года. И потом попытаться, первое что. Ну, тогда если федералистский Крым, то понятно, что никто присоединять к России его не будет. Это понятно. Но влиять на политику Крыма, да. Черноморская база флота в Украине, да. Крым потеряет контроль, конечно же, над Крымом. Это да. Территориально, юридически, административно, юридически Крым будет находиться в составе Украины. Но политически, политически, экономически, военно-политически, он, конечно же, будет не автономным, не федеральным. А просто будет находиться под влиянием России. Ну, а затем попытается, конечно же, игра перекинуть на юг и восток. Может, здесь попытается с Крыма начать федералистское движение в Украине. И затем вот так создать новую федерацию. Восточная часть Украины, юг, это Одесса плюс Крым уже есть готовый. А западная часть, тоже федеративная часть, она будет больше ориентирована на Западный Европейский Союз. Вот примерно такой сценарий. Я понял, я понял, Вадим. Сценарий щадящий, вегетарианский, это не тем, кто пугает тут в Украине, что ведут войска. Ну, вот так вот. Да не, ну, конечно, ну какие войска, зачем туда вводить какие-то войска? Да, нет, ну здесь пугает, страшилось. Я понимаю, да. Ну, принят, да, принят по вооружению более такой элегантный сценарий. И очень такой длинный, растянутый. Ну, вот в Крыму есть возможность сейчас вот с этим поиграть. Тем более, что русско-действительно русских больше, русскоязычных, русскоговорящих, русско-культурных людей в Крыму больше. Хотя, конечно, два фактора, которые сдерживают все это дело. Первое, это действительно крымско-татарский народ. 13% населения Крыма это крымские татары. Во-вторых, конечно же, нужно действовать аккуратно в любой срыв, а не в пользу России. Потому что это может стать предметом и объектом всего геополитического кризиса большого. Это два. И в третий вариант, конечно же, украинцы попытаются сделать все, чтобы не было кворума в парламенте Крыма. Не знаю, там состоялось заседание Крыма или нет. Состоялось, состоялось. Это только решение президиума. Не-не, состоялось. Состоялось. Значит, они вчера хотели провести это заседание, потом не произошло, было отменено вот из-за этих столкновений, которые шли. Нет, они заблокировали. Заблокировали. Двух человек они не хотели не пустить. А когда они уже туда прошли все-таки, и тогда вот начались эти столкновения. Да-да-да. И в итоге было принято решение отменить. И сегодня точно так же. Они запускали. Почему я говорю, что никто не знал, кто эти люди, что происходит, да? То есть мы подошли прямо вплотную к этому зданию Верховного Сайта, к этому Белому Дому. Там все в баррикадах. Кругом на этот самый плакат и Киев нам не указ. Тишина. Внутри никого не видно. На улице стоят там люди с российскими флагами. Кричат Россия. Над зданием российский флаг. И потом вдруг смотрим какие-то люди, да? Там вышли, посмотрели, зашли назад. Вышли, посмотрели, зашли назад. И потом начали запускать туда депутатов. И вот когда все депутаты туда прошли, они, собственно, и устроили, ну и провели вот это вот заседание. А эти люди, которые, вот как мы с Алексеем Александровичем догадались, бойцы Беркута, брошенного и, там, я не знаю, обвиненного во всех смертных грехах, да? И уже подлежащего расформированию, да. Ну вот они, собственно, провели вот такую акцию. И они, как они сами, собственно, потом и объясняли, да, ну, можно сказать, объясняли, что в этом и была задача. Обеспечить безопасность вот этого самого заседания. Абсолютно точно. Так оно и произошло. Вадим, а вот такой вопрос, скажи, пожалуйста. Как ты думаешь, Турчинов что-нибудь может пообещать реально? Ну, как-то повлиять, там, я не знаю, на руководство Крыма, да? Ну, то есть пообещать что-то, там, я не знаю, посулить какие-то выгоды? Ну, во-первых, давайте так, руководство Крыма сейчас, как такового, есть растерявшийся, потерянный Могилев, который Донецкий. Так вы понимаете? Да, да, да. Как Крыму относятся к Донецким и в Москве. А во-вторых, есть Константинов, глава Верховной Рады, который все-таки больше ориентирован сегодня на Москву. Ну, последователь хотя бы Константинов. Да, он все, он не скрывал свои позиции никогда, да. Да, есть Крымско-Татанский Медвиз, в котором тоже там не все спокойно. Совсем не спокойно, там, да, с одной стороны Чубаров, с другой стороны Джамилев там и так далее, или Джамилев. Да, есть деморализованные силовые структуры, которые как раз здесь вряд ли с хлебом столе встретят любого эмиссара из Киева. Да. И есть Черноморская база, ну, база Черноморского флота России. Да, это фактор, да. Поэтому я говорю, что сильных карт украинского руководства, нового сейчас, в отношении Крыма нет. Есть, конечно, крымские депутаты Верховной Рады Украины, там, Лев Миринский, есть Куницын в партии «Удар», бывший премьер-министр Крыма. Но они тоже сейчас, их позиции в Крыму очень ослабли в последнее время. И говорить о том, что они смогут как-то, ну, используя лояльность к центральной власти, повернуть ситуацию в Крыму в пользу Киевского центра, тоже меня нет. Поэтому я считаю, что здесь сильных карт нет, и, скорее всего, будет реферим, и, наверное, вот поговор будет между Крымом и Украиной. Спасибо, спасибо, Вадим. Спасибо. Это был Вадим Юрьевич Карасев, директор Института глобальных стратегий. Продолжаем, продолжаем. Я вот хочу еще раз напомнить телефон, по которому можно позвонить в нашу студию, задать вопрос мне или же Алексею Журавлеву, или высказать свое мнение. 65 10 99 6, код города Москвы 4 95. У нас есть звонок. Алексей сорвался, да? Ну, жалко, жалко, потому что Алексей живет в Москве. Сам крымчанин, ну, я думаю, сейчас, если перенаберет, нас его выведем в эфир и послушаем, что будет говорить он. Ну, вот, вот, пожалуйста, эксперт, один из основных экспертов, собственно, на Украине. Правильно говорит, на самом деле. Во многом все именно так. Только я бы сказал, что тут еще нужно учитывать все-таки вот эти настроения, которые, как бы не играли сейчас политики, и как бы они не имели каких-то своих там вес там, еще что-то такое. Вот все-таки народ, он, который там поднялся, он поднялся не просто так. Он, сейчас он диктует. Вот он диктует власти. И все политики, они под него как-то выстраиваются. Потому что я не видел, например, ни одно заявление политик, которое бы расходилось на сегодняшний день с той или иной частью вот общества, которое присутствует в Крыму. Нет таких рисковых политиков в последнее время на Украине. Алексей дозвонился до нас. Алексей, добрый вечер, мы вас слушаем. Вы крымчанин, живете в Москве, правильно все? Да, да. Мне 42 года родился, вырос в Крыму. Родители, родственники, друзья. Я хочу сказать, что хунты, это у нас хунты, а не там. Ягнукович, он преступник. Он довел страну до такого состояния, что люди вышли на улицу. И мне Россия, Россия, Крым не нужен. С его проблемами, с ее татарами и со всем остальным. Не надо лезть в Крым, в том числе информационно. Но вы уже туда не лезли, вы оттуда сбежали, я так понял. Я оттуда не сбежал, я там туда регулярно езжу и помогаю. Но я тоже езжу, это не означает, что я там крымчанин. Вы сбежали оттуда, поэтому и вот так ведете себя. Вы сбежали, если вы сидите здесь и, как сказать, извините, я волнуюсь. Смешно просто. Ладно, все, хорошо, понятно. Вам не помешало бы еще русский язык подучить, раз у депутата российская государственная команда. Обязательно, обязательно. Алексей, давайте я попробую высказать свое мнение. Насколько я понимаю, Януковича вы не любите, мы его тоже не любим. Вы считаете, что России Крым не нужен, а 98% населения Крыма, населения Крыма, думаю, что скажут на референдуме, что нужен. Крымские татары, да, это проблема. Но проблема в каком плане? Проблема с крымскими татарами спокойно можно иметь дело. Никаких проблем. Вы вспомните, слушайте, крымские татары стали в массовом порядке возвращаться на территорию республики Крым в 90-е годы. Были самозахваты там земли. Это не очень нравилось властям Крыма. Но зато нравилось властям Киева. Они их поощряли. Так они специально, они даже не скрывали же этого. Они говорили, что они будут создавать все условия для скорейшего возвращения крымско-татарского населения, там, из Узбекистана, из Казахстана. И говорили, почему. Для того, чтобы нужно было вот этот процент, подавляющий процент русскоязычного населения Крыма, нужно было размыть. Да, и вот, собственно, мы имеем то, что мы имеем. А кто-то сбежал вот как этот товарищ? Но я не считаю, что крымские татары, это какая-то сумасшедшая там головная боль. Это нормальные абсолютно люди. У меня соседка, крымская татарка. И чего? Да, Сергей, мы вас слушаем. У нас еще звонок. Алло, здравствуйте. Да. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что русские с татарами живут очень давно. И это действительно не является проблемой. Во-вторых, что касается Крыма и Украины, надо же понимать, что тут сейчас идет глобальная политика. И за этим всем стоят совсем другие силы. Поэтому и они так и ведут себя, вот вновь пришедшие к власти. Поэтому тут действительно нужно мнение народа. Вот выскажутся они на референдуме. Да, это по-моему, да. Вот тогда должны быть действия. Если не выскажутся, у России и так есть рычаги. То есть правильно тут говорят те, кто, что у России, в принципе, это не сказать, что прямо там жизненно необходимо. Да, есть рычаги. Но тут все зависит от народа. Потому что просто так это не Сирия. Здесь просто так помогать себе дороже. Я думаю, это прекрасно знаете. Да, все, просто нет больше времени. Осталось 20 секунд всего-навсего. Ну вот как-то так. Да, я тоже согласен. Я считаю, что именно сами жители Крыма должны высказать свое мнение по поводу того, как им дальше жить. А все остальные должны будут с этим мнением просто считаться и его учитывать в строении взаимоотношений. У нас в студии был Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы, председатель партии Родина. И я, Роман Бабаян, ведущий программы «Искусство. Возможно». Встретимся через неделю.